Утопия четвертой пятилетки Основывается прогноз развития нашей страны до 2015 года Он просто является, наверное, пределом той централизованной мысли, которая доминирует в нашей стране ВВП должно удвоиться, правительность труда должна увеличиться чуть ли на 70% Мы должны в 2,5 раза увеличить объем экспорта, в том числе в Россию Мы должны зарплату довести до уровня 1000 долларов И один из самых ярких показателей, который говорит о качестве государственного планирования Это, конечно же, курс белорусского рубля по отношению к доллару Так вот, за 5 лет, в 2015 году, курс белорусского рубля должен составлять Ни много, ни мало, 3180 Сегодня, то есть за последующие 5 лет, девальвация будет такая, что даже швейцарскому франку не снилось Вот такие у нас предположения Поэтому, когда зарплата будет в 2015 году чуть больше 3 миллионов белорусских рублей По курсу, который будет на тот момент, естественно, это будет 1000 долларов Это вот такие замечательные у нас плановики-затейники, которые готовят план 3-4-5 летки И с этим планом Александр Лукашенко собирается идти к избирателям Естественно, в первом этапе в администрации президента такому развитию событий И такой вообще гениальности интеллектуальной мысли ужаснулись Отправили план на доработку Я думаю, что некие коррективы в него будут внесены Но принципиально ожидать некого прогресса не стоит Потому что те же люди, которые писали план 1-й пятилетки Те же люди, по сути дела, воспроизводят план 4-й пятилетки Меняя цифры, меняя слова, меняя предложения, абзацы Нанося туда модные словечки типа модернизации, инновации А суть остается такой же Доля малосреднего бизнеса в производстве ВВП 30% О приватизации практически ничего не сказано Будут продавать только то, что уже вообще никому не нужно, убыточно Или там лежит в руинах Почему-то инвестиции должны плыть к нам рекой Хотя опять-таки никто не отменял 20 с чем-то условий Которые предъявляют наши власти к иностранным инвесторам То есть это такой вообще сказочный мир В который хотелось бы жить Но не верить в это сегодня Просто нет никаких оснований Власти наши указывают на целый ряд показателей Которые говорят о том, насколько правильно мы развивались последние 16 лет Так вот, если мы говорим про уровень заработной платы То в 2007 году наша заработная плата составляла не целых 15% От уровня заработной платы стран Европейского Союза Через 5 лет это уже будет уровень доходов чуть ли не 35% И такой огромный скачок якобы должен говорить о правильности стратегии нашего развития Это на самом деле говорит о очень серьезном интеллектуальном тупике Это тупик в теории Это кадровый голод, который привел к тому, что чиновники, которые используют наши с вами деньги И генерируют абсолютно утопические вещи Если Томас Мор, Кампанелла, Айн Рент, многие другие писатели и философы Они генерировали утопии, сознательно идя это с литературной стороны Чтобы просто представить некий образ И мне в голову не приходило, что будут чиновники, конкретно люди, которые называются экономистами Которые все это будут класть на бумагу и представляют как серьезные документы развития всей страны Это вот в этом собственно трагедия и заключается Что мы под этим документом должны жить Да, вы можете возразить, что у нас была и первая пятилетка Мы ее так как бы ничего не делали И вторая была, и третья Да, но ресурсы выделяются по те направления, которые забиты в этой программе Чиновники распределяют эти ресурсы Промышленность получает деньги Сельское хозяйство получает деньги Все, система централизованного планирования Она в последующие пять лет По мнению чиновников не должна меняться Если данный план будет все-таки принят и реализован В нашей стране уготована такая деградация От которой она, наверное, не оправится Это будет такой шаг назад От которого, собственно, шаг в прошлое Что выйти из него будет Можно только при помощи очень активной поддержки соседей Недавно Саакашвили сказал очень замечательную вещь Говоря о том, как он видит отношения с Россией Мы хотим, чтобы мы относились То есть мы Грузия, да, он говорил Выстраивали отношения с Россией, как Сингапур с Китаем Сингапур маленький, мощный, мобильный, богатый, эффективный Россия, Китай большой Грузия идет этим путем Она делает очень успешная реформа Она либерализуется, она понимает, что альтернативы этому нету Беларусь же хочет быть не Сингапуром, как по отношению с Китаем Она хочет, чтобы, опять-таки, кто-то ее кормил Эти эксперименты для того, чтобы показывать всем миру Что и социализм может быть реализован в отдельно взятой стране К сожалению, утопия стала уже пародией, стала фарсом Стала просто смешной и жалкой И она может быть трагедией, если план четвертой пятилетки Который был представлен на рассмотрение структуры власти в Беларуси Будет все-таки реализован Давайте надеяться, что этого не будет Потому что здравый смысл и обстоятельства Все-таки заставят чиновников, заставят тех интеллектуалов Которые работают этим планом Отказаться от своих безумных идей